Рабочий визит Андрея Воробьева в Щелковский район завершится в Щелковском городском парке культуры и отдыха. Здесь уже собралось немало людей и у каждого есть что спросить у главы региона. Его здесь ожидают с минуты на минуту, а пока давайте узнаем у жителей, что они сами ждут от встречи с губернатором. Здравствуйте. Я бы хотел поинтересоваться о планах областного правительства по возможному строительству западом обхода города Щелково. Хочу в очередной раз запомнить тему доступной среды везде, во всех учреждениях, на дорогах, транспорте. И в частности у нас в учреждениях здравоохранения. Общаться с жителями и отвечать на их вопросы губернатор начал еще по дороге в парк. Здесь же состоялась презентация проекта моста через улицу Фабричную. Новая транспортная артерия должна вывести из города транзитные авто и разгрузить центр. Я пообещал, что мост мы построим, соответственно выделили деньги на проектирование. В феврале месяце, январь-февраль, мы приступим к строительству. То есть строительство моста с протяженностью 800 метров обойдется нам региональному бюджету порядка 650 миллионов рублей. Задать вопрос, выразить благодарность. В парк пришли почти 700 человек. Мероприятие воплощение в жизнь одного из принципов главы региона – открытая власть. Впервые в Щелковском районе встреча жителей с губернатором проходит в таком формате. Прямому диалогу способствовала и выбранная площадка – открытая местность. Чтобы прийти и задать вопрос, мог любой желающий. Одной из животрепещущих тем встречи стало переселение из ветхого и аварийного жилья. За три года в области и старых бараков новой квартиры переехали 12 тысяч человек. Теперь предстоит расселить еще 14 с половиной. Для жителей Дальнего Воронка это буквально крик души. С вопросом, когда ждать переселения, они пришли навстречу. Компания, которая должна была расселить людей и снести ветхое жилье в микрорайоне, обанкротилась. У меня уже лично в моем подъезде четыре раза горела электропроводка, где я сама лично закрепила порошковую капсулу над щитами. Живу без воды. Я воду добиваюсь два года, мне не могут сделать. На данный момент новый инвестор уже подготовил концепцию, которая буквально в течение следующей недели будет утверждена, и мы выходим на рекпланировки на Градцове. В этом году начнем расселение. Всего на Дальнем Воронке за три года мы расселим 60 тысяч квадратных метров. Это Юнитекс компания. Некоторое время назад ситуация в Щелково была патовая просто. По большому счету я не мог сюда зайти, потому что на улицах, если бы меня встречали, то говорили о том, что здесь безвластие, кошмар и катастрофа. Никто не занимается, никто с нами не разговаривает. Поэтому я нашел Валово. Понимаете? Для того, чтобы человек пришел сюда и постарался изменить закоренелые проблемы. Тема жилищно-коммунального хозяйства. На злобу дня. Капитальный ремонт, благоустройство дворовых территорий и, конечно, Мособл-Еирц. Работа областного информационно-расчетного центра вызывает много нареканий. Первое – это некорректные платежки. Кроме того, ЕПД присылаются очень-очень поздно. На сегодняшний день второе число ЕПД нет. В прошлом и позапрошлом месяце они были после 50-х чисел. Соответственно, льготные категории жителей не имеют возможности получить ни федеральную, ни региональную льготу. Сегодня Мособл-Еирц во многих городах уже ее систематизировало. Но в некоторых по-прежнему существуют и очереди, и недоразумения, и двойные платежки. Двойные платежки также связаны еще и с тем, что с лицензированием управляющей компании у нас был здесь, так скажем, пересменок. Поэтому мы обязательно разберемся и обязательно вам сообщу. Разделяя эту тревогу, мы постараемся все-таки навести здесь порядок. Под пристальным вниманием социальная сфера. Строительство детских садов позволило свести к нулю очередь дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь остро стоит вопрос ликвидации второй смены в школах. В Щелково мы в прошлом году открывали школу. Две, да? Две школы. Значит, в следующем году две открываем школы. И вот мы сейчас были в городском поселении Медвежьи озера. Там начинаем делать пристройку. Поэтому в каждом населенном пункте мы стараемся нанести сокрушительный удар по второй смене. Волнует жителей и тема культурного наследия. Гребневская усадьба – архитектурный комплекс, от которого в скором времени может не остаться и следа. Памятник архитектуры федерального значения постройки второй половины 18 века уже 25 лет находится в удручающем состоянии. А не так давно обрушилась часть фасада главного усадебного дома. Мы хотели бы, чтобы федералы как-то бы повлияли на них, потому что они взяли охранные обязательства уже в 2012 году и даже не осуществляют охрану территории. Про усадьбу Гребнева разделяю ваше беспокойство. Мы вышли сейчас на Министерство культуры Российской Федерации для того, чтобы они рассмотрели возможность передать нам ее собственность. Тогда бы мы там смогли сами вдохнуть жизнь. Поднимался на встрече вопрос о переводе из Мони на Центрального музея ВВС. Несколько месяцев назад эта тема буквально сбудоражила общественность. Ответ губернатора однозначный – музей останется на прежнем месте. Насколько я знаю, технику эту просто порой невозможно перевести. Поэтому музей, думаю, останется там, где он есть. Кроме того, на встрече прозвучал вопрос о вырубке леса в Монине. Прокуратура проводит проверку. По данному факту, губернатор дал поручение держать вопрос на контроле. Также обращения жителей касались тем экологии, установки детских площадок, организации занятости молодежи и других. Помимо жалоб звучали и благодарности. Так свою картину губернатору подарил пришедший на встречу художник. Общение с жителями продолжилось и после окончания официальной части мероприятия. Губернатор приезжает посмотреть, как идут дела в районе. По многим объектам, которые он посетил, у него осталось хорошее впечатление. Особенно хорошее впечатление осталось от встречи с жителями. Когда мы ехали на обратном пути, он говорит, я так благодарен, что попал в Шелковский район. Здесь мне задали столько вопросов и столько я получил задач и посылов на работу, что Алексей Васильевич нам с вами спать здесь не придется. Я сказал, есть Андрей Юрьевич, будем работать и дальше делать все, чтобы в Шелковском районе жизнь была другой, лучше гораздо.